И трям, дружище! Джейми, как обычно, уклава мыши! Я рад поздравить себя с приходом очередной пятницы и добавлением новых скинов в нашу её любимую игру под названием Rust. Так, разработчики на этой неделе добавляют аж 14 новых скинов. Такого давно уже не было. В последнее время что-то там, какое-то количество добавляют. В районе там 6 скинов, 8, что-то такое. И то не всегда. Сегодня у нас на улице праздник. И перед тем, как перейти непосредственно к осмотру всех 14 скинов, обязательно подпишись на данный канал. Ведь это сейчас очень важно для меня. Не забудь поддержать данное видео лайком. Ну и также оставь свой комментарий. Он не повредит. Наоборот поможет развитию канала, соответственно, и улучшение качества видео. О том, какие скины тебе понравились, чтобы ты приобрел в магазине, либо уже приобрел. А мы начинаем. Так, для начала нам добавляют в старую серию, уже начавшуюся с ящика, вот такую гаражку. Она у нас называется, это серия Altar Garage Dur. Смотрите, какая гаражка прикольная. В принципе, ящик был классный. Гаражка так вообще просто топ за счет своих размеров. Она у нас будет светиться в темноте. Ну и, соответственно, с этой стороны выглядит точно так же абсолютно. Едем дальше. Добавляю там еще одну гаражку. На этот раз вот такую. И она уже добавляется к грядущим Twitch Drops. Гаражка с просветом. Можно будет получить. Ну вот эту именно гаражку придется покупать. Ей нельзя будет выбить из Twitch Drops. Такая вот гаражечка, выполненная в корабельном, что ли, в каком-то стиле. Я вот вижу иллюминаторы. Вот. Один у нас иллюминатор с просветом. Какая-то кабина, как типа управления, что ли. И она тоже, эта гаражка светится в темноте. Выглядит хорошо. Прикольно, в общем. Дальше нам добавляют вот такую вот одинарную металлическую дверку. Она вроде как выглядит достаточно обычно. Такая серая, ничем не примечательная дверка. А при этом достаточно элегантное решение. По крайней мере, лично на мой вкус выглядит неплохо эта дверка. А очень даже интересненько. Хорошая дверка. Симпатичная. Да. Так, едем дальше. Переходим к осмотру оружия. В пиратскую серию добавляют питончик. Тут все как обычно. Черный. С белыми вставками. Кости. Черепа с костями. Кресты, как на карте. Какие-то пунктирные линии. В общем, скинчик неплохой. Дальше. В твичу дропсовскую серию нам добавляют такую мппяточку. Морскую. Ну, в принципе, ничем не выделяющаяся мппятка. Синяя с какими-то разводами воды на ней. В общем, вот так вот. Едем дальше. В серию хамелеонам добавляют ЛР-ку. Серия достаточно интересная. Примечательна она тем, что цвет у скинов меняется в зависимости от того, как на них солнце падает, под каким углом. Посмотрите, тут даже практически лазурный цвет был. Я не знаю, каким способом был достигнут данный эффект, но выглядит он достаточно интересно в Расте. Мне нравится. Едем дальше. В ту же самую твичокскую морскую коллекцию нам добавляют калаш. Тут тоже плюс-минус все понятно с ним. Странного морского цвета. Да, в принципе, добавить мне более нечего. Могли просто для калаш добавить бесплатные твич-дропсы, которые можно выбить за время просмотра стримов на твиче. Так, едем дальше. Еще один, я так понимаю. Нет, это твичок. Почему это чизи? А, потому что он сырный. Думал, что это стримерский скин для твича, но нет. Просто тупо сырный калаш, который огромным слоем сыра сверху палит. Такое вот необычное решение. Не знаю, кто решил палить калаш сыром, после чего его, по всей видимости, скушать. Ну, вот такое решение есть. И добавляю такотничий лук. Паунтинг Боу. Это та самая серия у нас, проеденная кислотой. Скажу точно, как она называется. Химикал Берн Антинг Боу. Вот такое вот. Эта серия достаточно интересная. Реально такое чувство, как будто на металл попала кислота, и она его проедать начала, но еще не окончательно проела. Неплохой охотничий лук. Интересненький. Также на этой неделе она добавляет такой вот интересный меч. Брокенсворд. Это, ну, короче, на Брокенсворд этот предмет. Посмотрите, мечи всегда удивляют достаточно интересными формами и решениями. Здесь у нас меч выглядит так, как позвоночник какой-то рыбы, что ли. В общем, интересный достаточно меч. Поэтому там череп какой-то снизу используется. В общем, выглядит так, как будто его сделали из костей. Прикольный скинчик. Выглядит неплохо. Итак, переходим к одежде. В серию Абис нам добавляют вещи. Это толстовка, это штаны. И на шмотках данный скин выглядит достаточно круто. Мне прям очень нравится, как он выглядит и на штанах, и на толстовке. Хотя штаны достаточно посредственно чисто выглядят. Прикольный скин. Также в серию High Quality Metal нам добавляют ботинки. Эта серия тоже такая в темных мрачных тенах выполнена. В общем, все классное. Мне нравятся скины, которые, с одной стороны, выглядели достаточно просто, и при этом они очень симпатичные. Также в твичевскую коллекцию нам добавляют вот такую вот толстовочку с цветочками. Но я так понимаю, что еще штаны будут. И эти штаны, скорее всего, можно будет выформить как раз-таки за просмотр стримов на твиче. И мне кажется, что... Ну, это специальный мув. Ну, они разработчики FacePunch уже давно так делают. Один предмет добавляют из сета в бесплатный дропс, а один в платный дропс. В общем, вот такие дела, ребят. Вот. Что ж. Эта неделя нас порадовала каким-то невероятным количеством этих скинов, целых 14 штук. И в ближайшее время, я уже точно не помню, когда, также будет твич дропс со скинами, которые можно будет выфармливать за просмотры стримов в общих категориях, либо у каких-то конкретных стримеров. Вполне возможно, что по ним тоже выйдет отдельный ролик. Поэтому оставайтесь, подписывайтесь на канал. И, в общем, если что, увидимся на стримах. Если будет желание пообщаться, заскакивайте. Всем удачи. До новых встреч. С вами был Джейми. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока. И хороших выходных. Субтитры сделал DimaTorzok